Последний звонок прозвучал для 3737 выпускников Ростова. В 27-м лицее имени Александра Суворова, самом крупном в городе по количеству учеников и медалистов, на торжественной линейке напутственные слова произносят не только учителя, но и первые лица Ростовой области. Наступил этот самый ожидаемый и волнительный день в вашей жизни. Сегодня прозвучит этот звонок, последний звонок и опять внеизвестность, покорение новых вершин. Я желаю вам удачи. Добрый путь вам. Всего вам самого хорошего. Праздничный концерт отгремел, белые голуби запущены в небо. Четверостишья о школе рассказаны. Не обошлось и без подарков. Первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов вручил лицею сертификат на 200 тысяч рублей для покупки компьютерного оборудования. А градоначальник Виталий Кушнарев пополнил библиотеку лицея на 500 книг, после чего для гостей провели экскурсию. Блок начальных классов оборудован всем необходимым. Интерактивные доски, компьютерный класс, прекрасных три спортивных зала, скалодром, бассейн. В этом году из 72 выпускников 11 претендуют на золотые медали, 9 на получение губернаторских премий. Таких результатов помогает добиться сильный педагогический коллектив, больше половины которого учителя высшей категории. Педагогический коллектив здесь очень серьезный и мощный, потому что дает такие результаты. Здесь 54 учителя высшей категории, 9 учителей имеют почетное звание народного образования Российской Федерации и многие-многие другие учителя, которые тоже заслуживают внимания и уважения. Впереди экзамены и новые волнения, поэтому выпускники сегодня переживают двойные чувства. Замечательно, что этот день наступил, он одновременно и веселый, и грустный. Но нас ждут впереди экзамены, поэтому мы не расслабляемся. Последний звонок прозвенел в 105 общеобразовательных учреждениях Ростова, а общегородской выпускной вечер пройдет в ночь с 26 на 27 июня. За операционным столом вместе с хирургами робот-довинчи аппарат позволяет проводить малоинвазивную операцию по усечению желудка с максимальной точностью, избежать осложнений и существенно сократить период реабилитации. Пациенты переносят операцию достаточно хорошо. Уже через пару часов после наркоза пациенты встают, ходят по палате. Пациенты через два дня после операции выписываются домой. Управляет системой, конечно, врач при помощи джойстика и сенсорного экрана. Роботизированный ассистент сглаживает движения оператора-хирурга, что исключает возможность повреждения сосудов и тканей. Робот-довинчи – это еще и глаза медиков. Под четким командованием человека он филигранно передвигается и передает трехмерное изображение на экран, четкое, с высоким разрешением, без затухания и мерцания. За счет удобного положения доктор может проводить операции с лучшей концентрацией и меньшим утомлением. Это 3D-стойка, которая позволяет более детально визуализировать некоторые объекты, позволяет шить более удобно, когда врач видит не на плоское изображение, а имеет более пространственные ориентации. И ассистенция, когда камера управляет роботизированной рукой, позволяет высвободить хирургов. Высокотехнологичная медицина приходит на помощь, когда консервативные методы малоэффективны. Имея в распоряжении передовые технологии и богатый опыт в бариатрии, ростовские медики проводят операции на высочайшем уровне. Помимо снижения массы тела происходит достаточно эффективное лечение сахарного диабета. Вот это второе направление бариатрической медицины – это лечение сахарного диабета наряду с ожирением. Это сейчас самые передовые технологии. И вопрос в том, какие операции используются, современные методики САДИ – это обходного шунтирования 12-перстной кишки, гастрошунтирования, гастропластика. Врач подбирает индивидуально в зависимости от веса пациента наличие сопутствующих заболеваний. Благодаря наличию современной дыхательной наркозной аппаратуры и, в частности, следящей аппаратуры, бис-мониторинг, который позволяет определять достаточную глубину анестезии. Что и позволяет дозировать газонаркотические анестетики, позволяет быстрее пробудить больного, в частности, на столе и быстрее активизировать его, возвращать в нормальной жизни. Бариатрия или лечение ожирения, щадящая лапароскопией без разрезов брюшной полости, проводится здесь уже несколько лет. Операции показаны пациентам с индексом тела более 40. А в Ростовской области это каждый 98-й житель. Лишний вес давно называют эпидемией 21 века. Ежегодно, 25 мая, проводится Всемирный день борьбы с ожирением.